Сегодня участники погружаются в традиции республики через ингушских различных ремесленников. Здесь они проводят мастер-классы. Каждый может найти что-то по душе. Тут и ручная работа изделий из кожи, целые конструкции из дерева и металла. Ну и, конечно, гончарное мастерство. Познай себя и открой свои скрытые таланты. Это лозунг форума. Новый проект привлекает молодых людей со всей России. Как, например, Каролина Моисененко. Она приехала из Волгоградской области. Девушка-тиктокерша с тремя миллионами подписчиков. Поэтому снимает все не только для себя, но и чтобы порадовать своих фолловеров. Вот и сейчас ради интересного контента решила сесть за гончарный станок. На самом деле это очень приятно, успокаивает. У меня в жизни сейчас очень много стрессов, поступления, блогерства. Поэтому, да, мне очень нравится. Я ни разу, кстати, не пробовала делать что-то своими руками. Тем более из глины. У нас область, у нас много красной глины. Я в детстве как-то фигурки лепила, но точно не горшки. Каролина проходит мастер-класс в гончарной мастерской под руководством региональной организации Всероссийского общества слепых. Чтобы поработать с глиной могли все участники, на форуме расположились сразу две гончарные мастерские. Целевая аудитория – это дети с ограниченными возможностями здоровья. И в том числе незрячие и слабовидящие. Поэтому сегодня у нас будут сюрпризы, связанные с этим. Мы хотим, чтобы люди поняли, как люди, которые не видят, крутят на гончарном круге и почувствовали эти ощущения. Потому что глина – это тактильность, это ощущение, это медитация. Это надо чувствовать, и глину не обязательно видеть. Наши мастер-классы нацелены на то, чтобы каждый гость смог совместно с мастером сделать работу и, конечно, увезти его с собой домой. И надеемся, что это не первый форум, что он будет ежегодным. Особенно эта атмосфера нас самих вдохновляет, она мотивирует. Даже некоторые из наших мастеров задумали сделать совместную новую работу. Эта идея пришла прямо здесь. Впечатляет участников помимо гончарного мастерства и мастерская современного искусства, где можно увидеть и узнать все тонкости работы с деревом и металлом. Можете разные жесты делать, что-то взять, допустим, как вам, да. Козу подавить, корову подавить. Вау, как круто. Не, ну на самом деле это тяжело. Очень здорово качать пальцы. Это для тех, кто, допустим, играет на фортепиано, чтобы подкачать пальцы. Форум «Трасса развития» стартовал в этом году. Цель проекта – научить участников работать в команде, помочь самоорганизацией, то есть тайм-менеджментом, а также проектным менеджментом. Из 600 заявок на участие отобрали около 100 ребят. Они были самыми активными во время онлайн-программы форума. Форум впечатляет, что сказать. Форумы с каждым годом все лучше и лучше. Но это от меня запомнилось тем, что утром просыпаешься на свежем воздухе и нереально зашкаливает эмоции, что сказать. Не учитывая то, что даже я сам в Симушетии вырос здесь. Но этот форум дал о себе знать хорошо. Я приехала одна. Форум замечательный, потрясающий, потому что горы производят невероятное впечатление. И, конечно же, ребята, организаторы, им большое спасибо. Они безумно постарались. Это невероятный труд. Столько всего сделать для участников, чтобы они отдохнули, почувствовали себя в семье. Действительно, мы уже здесь один день, но после, например, Кострища, да уже просто мы приехали, и мы уже были одной семьей. Автор проекта – форум «Трасса развития» Берт Кульбужев. Он смог реализовать свою идею с помощью победы на президентском грантовом конкурсе «Росмолодежи-2022». Если мы говорим об отдыхе в горах, то мы сразу вспоминаем, что это палаты, это костер, это такое звездное небо и так далее. Когда мы выезжаем, чаще всего мы попадаем в какие-то отели, гостиницы, которые прекрасные, гостиные дома в Ингушетии. Но все-таки хочется побывать здесь, на улице, где нет информационности вокруг, где тебя не беспокоят по личным звонкам, тут нет сетей. То есть ты полностью отречен от того мира, от той обыденности, к которой ты привык. Ты поднимаешься сюда, и все эти дни, которые проводишь здесь, это полное общение. Это первая смена форума. Завтра у ребят целый день образовательная программа и поход. Они будут изучать культурные достопримечательности. Вторая смена стартует 18 июля. Хавгазикова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.